Пациенту в 1986 году была имплантирована ирис-клипс-линза после удаления врожденной катаракты. Несколько лет назад по месту жительства была проведена попытка рассечения фиброзной капсулы с целью улучшения зрительных функций. При поступлении мы видим плотно спаянные гаптические элементы линзы с радужкой и неравномерной формы отверстия в капсуле. Острота зрения 0,02. С помощью л-як лазера на небольшой энергии постепенно расширяем отверстие капсулы относительно зрачкового края радужки. Капсулу разбиваем на мелкие фрагменты, чтобы остатки в дальнейшем не вызывали зрительного дискомфорта у пациента. После завершения десциссии максимально коррегированная острота зрения составила 0,2. Изначально глаз амблеопичный. Пациентка поступила с жалобами на снижение зрения через пару лет после операции по поводу возрастной катаракты и имплантации монофокальной линзы. При осмотре мы видим ФИМОС капсулы и смещение отверстия капсулы Рексиса кверху и кнаружи. С помощью яг-лазера производим радиальное рассечение передней капсулы с целью самостоятельного расширения отверстия капсулы Рексиса. Используем достаточную энергию лазера до 2,5 милиджолей, так как капсула очень толстая и плотная. Фокус устанавливаем на 0, чтобы полностью контролировать точность попадания импульса по капсуле. Капсулу, закрывающую центральную оптическую зону, разбиваем на мелкие части, учитывая, что остатки будут оседать в передней камере глаза. После формирования отверстия в передней капсуле рассекаем слегка мутную заднюю капсулу методом креста. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...